Не полмиллиарда человек, конечно, но несколько десятков жителей Киринска сейчас мерзнут. Ладно бы, если на улице, но нет. Холодно в зданиях, и это не оставят без внимания. Материал, вышедший в нашем эфире накануне о коммунальных проблемах города, стал поводом для проверки Следственного комитета. Выяснять будут, почему остались без тепла детский сад, коррекционная школа-интернат и отдел полиции. Власти уверяют, устранить неполадки удастся на следующей неделе. Из Новосибирска прибудет новый насос на местную котельную. А пока он в пути, в детском саду работают только две разновозрастные группы. Туда ходят 42 воспитанника. Как нам рассказали в управлении образования Киринска, дети занимаются в помещениях, где температура держится на отметке плюс 22 градуса. В остальных же кабинетах воздух не прогревается выше 14. Поэтому ребята из холодных групп, а их 40 человек, временно предоставили место в других детсадах. В коррекционной школе-интернате нас заверили, что после регулировки давления на тепловой магистрали, которую провели вчера, в здании стало тепло. Занятия не отменялись, дети посещают уроки.